Пресс-конференция премьера в январе – своего рода традиция подведения итогов года. Политическую стабильность и изменение сознания людей Джо Марту Турбаев назвал главными итогами 2014-го. Благодаря этому в прошлом году Кыргызстан посетила 4 миллиона иностранных граждан. Спокойствие в стране, оно принципиально для развития страны, для развития общества, для развития экономики, политической системы. Что мы должны в политику играть раз в пять лет, когда идем на выборы. Журналисты задали пример в весь спектр актуальных вопросов – от Кумтора до отставки Аиды Соляновой. Переговоры с канадцами по поводу главного месторождения золота страны подошли к завершению, сказал Оторбаев. Правительство подошло к последней фазе переговоров с компанией Центера по вопросу проекта Кумтор. В настоящее время переводчики готовят документы на трех языках. С 26 января прибудет официальная делегация Центера. Мы продолжим переговоры по всем предыдущим соглашениям. И потом предоставим их в Джулур-Кукиниш. Спросили премьера и по поводу ситуации вокруг нефтеперерабатывающего завода Джунда. Он согласился с тем, что завод не смог наполнить рынок необходимым объемом ГСМ. Созданы большие ожидания в отношении его, в отношении того, что он наполнит наш внутренний рынок своими нефтепродуктами. К сожалению, в 2014 году цели не были достигнуты. Мы говорим о объеме переработок сырой нефти в размере 800 тысяч до миллиона тонн в год. К сожалению, эта цифра не то что не достигнута, а она в 10 раз разница. Экономисты говорят, что у правительства на этот год весьма амбициозные планы. И оно, скорее всего, до выборов не будет распущено. Партийным боссам это невыгодно. В целом, можно сказать, что в нынешних условиях это наиболее эффективное правительство. Были хорошие назначения, в том числе Министерство образования, ГРС, некоторые государственные компании. И я думаю, что вот это сейчас даст толчок и будет способствовать внедрению определенных реформ. 2015 год важный для государства. Страна вступает в Евразийский экономический союз. Перед ней открывается большой рынок, заметил глава правительства. Утурбаев поделился планами на будущее и сказал, что решение о том, останется ли он с Атамикеном и будет ли участвовать в выборной кампании, примет ближе к выборам. Канад Канеметов, Азамат Кадырток, Тоев, Общественный Первый канал.